В социальном фонде России назначили единую дату выплаты материнского капитала. Пятого числа денежные средства будут перечислять за прошедший месяц. Я напомню, что у нас существует программа, по которой можно получать средства из материнского капитала на детей, не достигших трехлетнего возраста. Во всей стране, в разных регионах установлены разные даты выплат. Теперь вводится единая дата выплаты, это пятое число месяца, следующего за отчетным. Причем сейчас в большинстве регионов люди получают выплаты месяц в месяц. Например, выплату за апрель они получают 5 или 15 апреля. Теперь выплату за апрель будут получать 5 мая. И для получения по новым правилам никаких заявлений подавать не требуется. Это произойдет в автоматическом режиме. В социальном фонде России напомнили, что семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов имеют право на дотацию из материнского капитала. При установлении нуждаемости учитываются не только зарплата родителей, но и начисления по больничным листам, субсидии, стипендии, пенсии и социальные выплаты. Семьи с двумя и более детьми смогут не платить налог с доходов от продажи земельных участков, на которых находятся индивидуальный жилой дом и хозяйственные постройки. Я напомню, что у нас с 21 года были освобождены те граждане, которые продавали единственное жилье и улучшали свои жилищные условия в этом году. Аналогичный принцип теперь будет применяться и при продаже земельного участка. До конца лета детям от 10 до 17 лет будет доступна 50-процентная скидка на проезд в поездах дальнего следования. Скидка действует в плацкартных и общих вагонах скоростных пассажирских поездов, в некоторых ласточках, а также в двухэтажных вагонах купе. С этого месяца вводятся ограничения, связанные с продажей вейпов и кальянов. Отныне их можно будет продавать только в магазинах и закрытых павильонах. Запрещается продажа на ярмарках, дистанционным способом и через автоматы. И также теперь кальяны и устройства для употребления никотиносодержащей продукции нельзя будет продавать открытым способом. Но мы знаем, что сигареты у нас все продаются в закрытых специальных коробах. То же самое теперь распространяется на кальяны и устройства для употребления этой продукции. Приятное изменение ждет любителей путешествия. И возобновляется выдача биометрических загранпаспортов, которые выдаются на 10 лет. С февраля прием заявлений на выпуск таких паспортов был временно приостановлен из-за высокого спроса на микросхемы, которые встраиваются в бланк загранпаспорта. А вот тем, кто собрался приобрести квартиру в кредит, стоит активнее собирать первоначальный взнос. Центробанк начал его постепенное увеличение. С июня будущие льготные ипотечники должны иметь минимум 20% от стоимости жилья на первоначальный взнос, а с 1 января 2024 года первоначальный взнос вырастет до 30%. Светлана Кудрявцева, Петр Поломеев. События.